А вдруг его даже еще нам поставят печать в нашем гражданском паспорте, и мы будем гарантированно знать, что мы фредиты. Нет, все это на самом деле является медийным таким продуктом, да, и на самом деле с действующим законодательством медицинским ни в коем случае не состоит в связи. Вакцинация от коронавируса идет полным ходом по всей стране. Одной из обсуждаемых сейчас тем является ковидный паспорт. Наверное, правильно бы называл я его, это электронный сертификат вакцинации. Угу, как таково. Который подтверждает факт вашей вакцинации. В законодательстве сейчас я ни где не нашел ссылки на разработку нормативной базы для введения именно ковидного паспорта. Ковидный паспорт звучит громко. На деле же это обычный сертификат о вакцинации. С января 2021 года все привившиеся от коронавируса россияне могут автоматически получить паспорт вакцинированного на портале госуслуг. Для этого в стране работает специальный ресурс по внесению данных о пациентах, получивших вакцину. Если я не захочу оформлять такой паспорт при случае того, что его введут на территорию Российской Федерации, ко мне будут применять какие-то штрафные санкции или это будет незаконно? В данном контексте это будет незаконно. Но если вдруг ваша работа, конкретно ваша работа связана с высокой контактностью или, допустим, образовательная деятельность, медицинская, вы работаете с кровью и даже с безнадзорными животными, которые организации, допустим, ЖЭК, то есть все это вы, условно говоря, обязаны. В России пока нет единой точки зрения по этому вопросу. Правительство только прорабатывает его по поручению президента. Все ли будут обязаны получить сертификат, можно ли будет пользоваться им в поездках, в деле пока что много нюансов. Екатерина Зверева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.